Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово». В одном из наших прошлых выпусков мы говорили о заповедях блаженства. Они играют особую роль в христианском мировоззрении. Сегодня мы продолжим разговор о заповедях блаженства, а именно блаженны плачущие, ибо они утешатся. О каком утешении плачущих здесь идет речь? Об этом мы поговорим с доктором богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской Духовной Академии, протеереем Владимиром Холапом. Здравствуйте, отец Владимир! Здравствуйте! Многим кажется, что христианство – это религия скорби, плача, страдания. Действительно ли об этом говорит вторая заповедь блаженства? Действительно так может показаться на первый взгляд, но я бы сказал, что христианство – это религия преодоления, плача, скорби, страдания и так далее. Все заповеди блаженства, они сформулированы таким провокационным, немножко, может быть, даже шокирующим образом, и может показаться, что эта заповедь содержит в себе внутреннее противоречие. Для современного человека, который живет в культуре смеха, развлечений, веселья, возникает очень серьезный вопрос – как плачущий человек может быть счастливым? Как он может быть блаженным? Однако здесь речь идет о более глубокой перспективе вообще взгляда на жизнь. Новый Завет, Евангелие и эта заповедь блаженства говорят нам о том, что страдания, скорбь – это неотъемлемая составляющая нашей жизни. В жизни любого человека есть радостные моменты и есть моменты печали. Есть некие возвышенные периоды жизни и есть периоды жизни, которые кажутся темными, безысходными и так далее. И только от человека зависит, как относиться к этим периодам. И, по сути дела, есть два пути решения проблемы – либо вытеснить скорбь, проблемы из своей жизни, либо изменить к ним свое отношение. Но первое, как каждый из нас знает, далеко не всегда для нас возможно, далеко не всегда нам удается. И поэтому, по сути дела, эта заповедь задает нам вопрос о том, а как я отношусь к вот этим периодам в своей жизни, которые большинство из нас хотят просто проигнорировать, хотят их избежать. И вот здесь как раз Евангелие дает нам ответ, что в каждом периоде страдания, в каждом периоде скорби заключен очень большой потенциал, потенциал внутреннего духовного роста. И действительно, если мы посмотрим на свою жизнь, мы видим, что нередко некие прорывы в нашей душе, некий нравственный, духовный рост происходит намного быстрее и намного более эффективно не в периоды благоденствия, не в периоды, когда мы как бы засыпаем и когда мы расслабляемся, а в периоды проблем, скорбей, страданий и так далее. Когда мы мобилизуемся, и вот эти наши внутренние скрытые резервы, которые собираются как в фокусе солнечных лучей, которые собирает увеличительное стекло, высушивает и зажигает вот это наше внутреннее существо. И Евангелие говорит нам о том, что путь к воскресению, путь к радости, он всегда лежит через крест. И поэтому избегать страданий, это, наверное, вполне по-человечески, это вполне естественно. Но простая попытка избежать страданий, получить некую жизнь без проблем, жизнь без боли, жизнь без скорби, все-таки это не полнота жизни. Это некая попытка убежать вместо того, чтобы принять то, что нам дает Христос. И вот именно в таком отношении ко всему тому негативному, что с нами происходит, меняется наш христианский взгляд на окружающую действительность. И как выразил прекрасно, это один из православных богословов XX века, христианство не решает проблемы. Христианство эти проблемы снимает. Снимает путем того, что оно предлагает нам совершенно новый взгляд, совершенно новый подход. И осознание всех этих проблем предлагает решать их со Христом, который прошел уже жизнь каждого из нас, взял на себя болезни, скорби, немощи каждого из нас и пригвоздил их к кресту. И по сути дела для христианина остается выбор оставить все это на кресте, оставить это пригвожденным на Голгофе или снимать это и возвращать все это в свою жизнь. А есть ли такие моменты в жизни, когда действительно стоит плакать? Люди плачут по разным поводам. Может плакать и бессильная злоба, может плакать и униженная гордость. Человек может плакать из-за того, что у него, может быть, нет каких-то материальных благ в жизни, которых ему хотелось бы иметь и так далее. Но эта заповедь говорит все-таки, наверное, о другом. Во-первых, она говорит о роли эмоции в жизни человека. Мы с вами говорили в одной из передач о том, что заповеди блаженства – это некая ступенька восхождения человека по ним к высоте своего внутреннего духовного совершенства. И поэтому вторая заповедь блаженства, она является как бы продолжением первой заповеди. Первая заповедь говорит о том, что блаженны нищие духом. Вторая заповедь говорит о том, что блаженны плачущие. Тем самым вот это рациональное осмысление, понимание того, что то, чем я владею, во многом иллюзорно. То, что все, что у меня есть, за это я благодарен и обязан Богу, должно перейти на уровень чувства. И поэтому плач, слезы, как одно из самых таких ярких, сильных эмоциональных состояний человека, является синонимом или является указанием на то, что правильные мысли наши, которые находятся в нашей голове, если они не пройдут через сердце, они в нашей жизни ничего не изменят. И поэтому, говоря вот именно о плаче, как и эмоции, конечно, есть в жизни очень много ситуаций, когда плач, слезы, они на таком даже естественном уровне являются терапевтическим средством, которое заложено в нашу природу Богом. Ну, например, какая-то потеря близких людей. Мы видим, что Христос сам в Евангелии плачет, когда умирает Лазарь, его близкий друг. И эти слезы, они являются не чем-то плохим, являются не чем-то предосудительным. Наоборот, они помогают нам пережить ту или иную потерю в нашей жизни. Плач – это вопрос о моем месте в мире, это вопрос о моих приоритетах. И вместе с тем, плач, или вот это выражение «плач» как некое эмоциональное отношение к окружающему миру, мне кажется, тоже является очень важным, поскольку это некая такая лакмусовая бумажка того, насколько живо, насколько человечно наше сердце. Ну, наверное, самый яркий пример плача или, может быть, сожаления, который является совершенно приемлемым и даже необходимым для христиан, это сочувствие и, может быть, плач о проблемах ближних. С одной стороны, с экрана телевизора, из СМИ на нас постоянно обрушивается масса смертей, болезней, проблем, и не только в каких-то художественных фильмах, но и в сводках новостей, это документальные кадры и так далее. Но с другой стороны, насколько наше сердце откликается на конкретную человеческую боль. Мы идем по улице, лежит человек около дороги, откликается наше сердце или нет? Люди мы или все-таки мы оказываемся вот в этой массе человеческой, которая идет по улице, совершенно равнодушная ко всему происходящему? Поэтому вот эта заповедь «Блаженно плачущие», она, по сути дела, ставит вопрос о том, что в моем сердце, живо ли оно, живет ли в нем сочувствие, или оно идет по пути того, что святые отцы называют окамененным нечувствием, то есть по пути того, когда сердце становится совершенно каменным, когда оно не реагирует уже ни на проблемы окружающих, ни на проблемы моей собственной жизни, а это и есть настоящий духовный тупик. А каково место смеха и радости в жизни? – Если мы посмотрим на Священное Писание, мы увидим, что образ Царства Небесного, один из самых распространенных образов, которые используются в Евангелии, это брачный пир, это свадьба, это радость, это то состояние, когда люди собираются для того, чтобы разделить радость создания новой семьи, рождения новой социальной единицы, когда они отходят от своих повседневных забот и предаются в хорошем смысле слова чистой радости, радости, которая не ставит вопроса о том, что вот это время, которое мы потратили на вот этот брачный пир, за это время можно было заработать какие-то деньги, его можно было использовать для себя в рамках каких-то эгоистичных своих достижений, интересов и так далее. То есть это чистая радость. Притча о блудном сыне, притча покаянная, самая яркая покаянная притча Евангелия, также говорит нам о том, что все завершается радостным пиром, когда отец заколает Агнса для того, чтобы отпраздновать со своим младшим сыном его возвращение домой. И Апокалипсис, книга, которую многие считают самой страшной книгой Библии, на самом деле является книгой радостной. В ее конце новый город, новый Иерусалим и радостный возглас «Гряди, приди, Господи Иисусе». И поэтому, конечно, христианин, он должен излучать не вот эту безысходность, не печаль, он должен излучать радость. Но когда мы говорим о радости и смехе, то вот здесь, в современной культуре, я бы был очень осторожным, поскольку действительно нередко вот эта культура смеха или высмеивания кого-то или чего-то, она приводит совершенно к другим последствиям. Конечно, христианин, он должен с юмором относиться и ко многим событиям, которые происходят в его жизни. Он должен уметь посмеяться в хорошем смысле над собой, но нередко вот тот смех и юмор, который мы встречаем в окружающем обществе, он как раз направлен, как мне кажется, на то, чтобы самоутвердиться за счет других людей. И поэтому, когда мы смеемся над грехом, нередко получается так, что мы тем самым его извиняем. Мы даем некий такой карт-бланш вместо того, чтобы с помощью здорового юмора и смеха убрать грех из нашей жизни, чтобы сделать юмор и смех чем-то позитивным, мы тем самым развязываем себе руки и всему окружающему обществу, как бы говорим о том, что это вполне допустимая модель поведения, и здесь нет ничего предосудительного. О каком утешении плачущих здесь идет речь? Утешение – это начинается уже здесь и сейчас. Если человек доволен теми обстоятельствами, которые у него есть, если он чувствует себя или стремится чувствовать себя блаженным, счастливым, в том числе и в состоянии скорби, печали, видя в этом не просто некое свое поражение, но видя в этом некий шанс, испытание, некую задачу, которую ставит перед ним Бог, для того, чтобы он эту задачу решил и вышел из нее победителем, человек становится утешенным, он получает утешение здесь и сейчас. Совершая покаяние, каясь о своих грехах, человек получает утешение в молитве, в церковных таинствах, в таинстве исповедей прежде всего. И, конечно, это утешение эсхатологическое, утешение завершения вот этих судеб нашего земного мира, когда, как говорит Священное Писание, Бог отрет всякую слезу, Бог утешит всех плачущих. И, действительно, если христианин следует по этому пути, то вот это предвкушение, утешение, радость в самых сложных жизненных обстоятельствах никогда его не покинет. Спасибо, отец Владимир, за беседу. Дорогие телезрители, а я очень надеюсь, что нам всем стало понятно, что блаженство плачущих главным образом сводится к надежде. К надежде и вере в любовь и силу Божию, в которой мы всегда можем найти радость и утешение. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.